Дмитрий 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 Деньги собрали быстро. В итоге сборная приехала в Москву и заняла там первое место. Мы очень были удивлены от такой отзывчивости всех людей. Многие просто звонили. Друзья, знакомые, с которыми мы когда-то играли где-то в волейбол, которые нас кто-то видел где-то на пляже, в Байцках, например. Ребята звонили, они поддерживали, они нам писали письма и также поддерживали финансово. Сейчас команда активно ищет спонсоров. Ведь скоро новый сезон, чемпионат Европы. Сами спортсмены о проблемах говорят неохотно. Они не привыкли жаловаться. Мы чувствуем себя нужными в своей команде, в своих семьях. Мы хотим почувствовать себя нужными тем людям, которые видят, как мы развиваемся, как мы двигаемся к своим целям. В обычной жизни эти люди – инженеры, учителя, программисты и кинозвезды. В прошлом году игрок сборной Александр Ронис получил главный приз Международного кинофестиваля «Манхэттен Шортс» как лучший актер. Он сыграл в фильме «Вперед юст». Это история о парне в инвалидном кресле, который знакомится с девушкой и защищает ее от грабителей. Сюжет основан на реальных событиях. После получения награды Саша стал настоящей знаменитостью и примером для всех. Человек может остаться человеком в любых ситуациях. Сейчас у Саши начинается новый, очень важный этап в жизни. Мы встретились с ним в центре протезирования. Здесь для Александра готовят специальные протезы. Сегодня первая примерка. Подогнать протезы непросто. Тут важен каждый миллиметр. Саша заметно волнуется. Нужно делать первые шаги. Он знает, научиться ходить без костылей и опоры будет трудно. Но он научится. У него есть большая цель. Он мечтает попасть вместе со всей командой на Паралимпийские игры и стать знаменосцем сборной Латвии. Мария Андреева, Данила Жилинский, Балтия неделя.